здравствуйте представляем котел сыроварню на 50 литров с механической лирой так это механическая лира для нарезки вручную значит здесь у нас группа безопасности км к вакуумный клапан аварийный клапан заливочная воронка расширительная есть кранике уровня этот краник нижнего уровня то есть контролируем воду по нижнему кранику это краник для подачи воды либо охлаждения здесь как краник для выхода воды то есть это проточное охлаждение через этот кран через средний выходит через верхний сливаем край контролируем здесь по нижнему кранику ручка для транспортировки котел на колесиках кран слива до 50 с носиком слишком разбирать две половинки мешалка в виде пропеллеров мешалка разворачивается в разные стороны подавать пропеллер то есть сетевая кнопка мощность сыроварни 5 киловатт с вентилятором стиротельными реле включаем нагрев идет нагрев это таймер у нас таймером мы задаем параметры и спид регулятор то есть плавно будет подводить к заданной температуре сейчас на 10 секунд схема все отключилась через секундку схема отключилась это автореверс у нас значит мешалка нас реверсная влево вправо регулируется резистором либо быстрее либо медленней в одну сторону быстрее другую медленней автореверс автореверс у нас стоит значит выставляем можно задать значит выставить 15 секунд в одну сторону 10 секунд другую сторону и включаем автореверс значит работает в одну сторону 10 секунд перевернется отработать другую сторону лопатки подымут первое зерно привернул лопатками развернет зерно в другую сторону и подымут то есть работает в автореверсе можем добавить регулятором скорости либо быстрее либо медленней на пульте нас стоит верхний уровень когда дойдет параметр загорится верхний уровень и если воды не будет загорится красная лапочка аварии ведет нагрев дождемся когда пойдет отсюда устойчивое строя пара так как можно было создать создать давление в рубашке мешалка работает развернула мешалка разбираться на кламповом соединении разобрали кламповое соединение и можно подкинуть мешалку в сторону то есть открытили рамку кинули в сторону можно было вручную порезать зерно и порежем сырное зерно все котел готов к работе